Внимание! Говорит Москва! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Прошло 75 лет, а люди помнят, скорбят и чувствуют боль утраты. За 4 года, 1418 дней и ночей СССР потерял 27 миллионов человек. Об этом знают и патриоты Татарстана. В ночь 21 на 22 июня в парке Горького ежегодно зажигаются свечи. Так и в этом году. День памяти и скорби молодежь столицы встречают в траурном шествии. Сегодня в День скорби и траура, в 75-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, студенты ПФУ и активисты Республики Татарстан собрались, чтобы пройти путь от парка имени Горького до парка Победы. Со свечами в руках и почтить память освободителям нашей великой страны. Акция свеча памяти проходит по всей стране. В Татарстане ее проводит поисковый отряд КФУ «Снежный десант». В траурном митинге принимают участие не только патриотические отряды разных университетов Республики, но и местные жители города. В первую очередь это, наверное, причастность к великой истории. Люди должны не только, скажем так, праздновать какие-то моменты, но 22 июня ведь День скорби. То есть в этот день нужно скорбить о тех погибших, о той утрате, скажем так, которая была унесена советскому народу. Во-первых, это очень значимое событие для всей страны. Я поддерживаю. Второе, у меня бабушка с дедушкой. Они ветераны Великой Отечественной войны. То есть это и память, это и скорбь. Сегодня день такой очень важный. Нужно о нем помнить, знать, не забывать. После возложения цветов к Мемориалу Вечного Огня наступила тишина. Минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Чтобы слушали, слышали, помнили, не забывали. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.